Приветствую всех присутствующих в Центре компьютерного обучения специалистов Прим.ВТО имени Бауна. Сегодня у нас с вами семинар-вебинар, посвященный особенностям предоставления отпусков в 2015 году. Немного о себе. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. А также защитила кандидатскую диссертацию и являюсь кандидатом юридических наук. Начинала свою деятельность в преподавании. 10 лет преподавала в высшем учебном заведении. Затем переквалифицировалась в HR. И эта деятельность уже начала с рекрутера в кадровом агентстве и выросла до директора по персоналу. На сегодняшний день я веду курсы в Центре компьютерного обучения специалистов по управлению персоналом и кадровые курсы для кадровиков по оформлению трудовых отношений. Адрес моей электронной почты выделен красным осветлышевособакоспециалист.ру Если у вас возникнут вопросы, вы можете писать мне на почту, и я обязательно отвечу на ваши вопросы. Кроме того, на нашем сайте специалист.ру на главной странице в самом низу есть переход на страничку преподавателей. Каждый преподаватель имеет свою страницу, где вы можете о нем прочитать. И в социальных сетях я также зарегистрирована. Чаще всего бываю на Фейсбуке. Приходите, будем дружить. Есть вопросы? Нет. Это схема прохождения курсов по кадровым менеджменту. Поскольку тема отпусков включена в несколько курсов, в частности, один из курсов – это кадровая работа в современной организации, уровень 1, процедура оформления трудовых отношений. У нас здесь целый модуль посвящен именно отпускам, разным видам отпусков, в том числе и ежегодным оплачиваемым отпускам. Вместе с тем мы предлагаем вам целую цепочку различных курсов и менеджмент, и кадровую работу. Если кого-то заинтересует какой-то курс подробнее, вы можете обратиться либо по телефону, указанному здесь на экране, либо на наш сайт www.specialist.ru и увидеть и эту схему, и перечень курсов, и программу всех курсов, их расписание. А также сможете зарегистрироваться на любой из этих курсов. Ну и кроме того, у нас много бесплатных вебинаров, так что вот один из них сейчас мы посещаем с вами. И запись нашего вебинара будет выложена на нашем сайте примерно через неделю или в течение этой недели. И вы сможете уже смотреть запись. Плюс тех, кто сейчас подключился, заключается в том, что я после окончания нашего вебинара отвечу на все ваши вопросы. Вебинаристы будут эти вопросы писать. Вот мне еще кто-то написал. Давайте я посмотрю. Учные слушатели, которые пришли сюда в аудиторию, смогут задать мне этот вопрос, и я обязательно отвечу на каждый из ваших вопросов. Но тот, кто будет смотреть записи, уже не будет иметь такой возможности, но тем не менее, вот моя почта есть, пожалуйста, обращайтесь. Так. Давайте определимся с регламентом. У нас с вами заявлено полтора часа. Примерно час я дам вам информацию всю необходимую, и после этого у нас будет время для того, чтобы задать вопросы, и я отвечу на ваши вопросы. Поэтому, вебинаристы, вы можете сразу же, как только возник вопрос, писать. Я вам сразу отвечать не буду, а по окончании нашего вебинара обязательно отвечу на все ваши вопросы. Ну, а очень слушатели тоже, пожалуйста, зафиксируйте свои вопросы, чтобы не забыть. И мы к этому обязательно вернемся. Вот такой у нас регламент. Ну что ж, давайте посмотрим, какие вопросы будем рассматривать на сегодняшнем вебинаре. Первое. Мы разберемся, какие отпуска, какие виды отпусков предоставляются работникам в нынешнем 2015 году. Второй вопрос. Какие особенности предоставления отпусков, ежегодных оплачиваемых отпусков работникам есть в нынешнем году? Третий вопрос. Мы обсудим особенности предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, потому что здесь вынесены изменения с прошлого года в трудовое законодательство. Научимся правилам расчета компенсации. Это неиспользованы основные и дополнительные ежегодно оплачиваемые отпуска при увольнении. И разберемся, в каких случаях можно выплатить эту компенсацию, если работник еще не увольняется, но и заявляет такое желание. Определим ответственность работодателю за нарушение правил предоставления отпусков. И посмотрим, какие чаще всего допускаются ошибки работодателями на основе обзора судебной практики по отпускам. В конце я отвечу на наши вопросы. Начинаем с первого вопроса. Это виды отпусков, предоставляемых работникам в 2015 году. Сейчас на экране появится схема, где будут указаны все виды отпусков. Итак, первое. Первое. Это ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который предоставляется абсолютно всем работникам, которые работают по трудовому договору. Второй момент. Это ежегодно дополнительные оплачиваемые отпуска нормальной и удлиненной продолжительности. Они предоставляются не всем работникам, только определенным категориям. И подробнее я о них тоже расскажу. Третий вид отпуска. Это дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением. Так называемый учебный отпуск. Отпуск по беременности и родным предоставляется работницам на основании дискометра способностей и их личных заявлений. Отпуск по уходу за ребенком может использовать как мама, так и другие члены семьи. И, наконец, еще один вид отпуска. Это отпуск без сохранения заработной платы. Нас в течение нашего мебинара будут интересовать два вида. Это основной оплачиваемый отпуск и ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск. Именно на них мы акцентируем основное внимание. Но если у вас возникнут какие-то вопросы по остальным видам отпусков, вы их тоже можете задать. И я обязательно ответю на ваши вопросы по окончании мебинара. Вопрос второй. Предоставление работникам основных ежегодных оплачиваемых отпусков. Давайте разберемся, что из себя представляет основной оплачиваемый отпуск. Во-первых, он предоставляется работнику ежегодно, а не предоставление отпуска работнику. Является нарушением трудового законодательства. Во время нахождения работника в отпуске. За ним сохраняется место работы, должность. То есть работодатель не имеет права уволить работника, если тот находится в отпуске. По инициативе работодателя. И среднего заработка. Выплачивается средний заработок. Средний дневной заработок рассчитывается и затем умножается на количество дней отпуска. Отпуск исчисляется ежегодно оплачиваемый в календарных днях. Составляет минимальное количество дней отпуска. 28 календарных дней. Отпуск может быть и больше. Сейчас я об этом тоже расскажу. Основной оплачиваемый отпуск вместе с дополнительным отпуском максимальным пределом не ограничивается. Особенно это касается, например, работников, которые работают в районах Крайнего Севера. И при ранних дневной районах. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. В этой таблице мы видим, какова продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска. Меньше 28 календарных дней работнику отпуск предоставляться не может. В соответствии с статьей 115. Но более длительным он может быть. Например, есть работники в возрасте до 18 лет. Им положим отпуск в количестве 31 календарного дня. Педагогические работники от 42 до 56 дней. Работники, заключившие трудовой договор на срок до 2 месяцев. 2 рабочих дня за месяц работы. Это очень важно, потому что обычно мы рассчитываем отпуск, знаете, 2,33 дня. В данном случае берутся 2 рабочих дня, не календарных. Работники заняты на сезонных работах. То же самое, 2 рабочих дня за месяц работы. Инвалиды не менее 30 календарных дней. Граждане пожилого возраста не менее 30 календарных дней. Сотрудники, работающие с химическим оружием 49 или 50 календарных дней. Научные работники, имеющие ученую степень. 48 рабочих дней. Это доктора наук. И 36 рабочих дней. Это кандидаты наук. Работники организации здравоохранения, осуществляющие диагностику лечения ВИЧ-инфицированных. 36 рабочих дней. Спасатели аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 30, 35 или 40 суток. В зависимости от непрерывного стажа работы. Я прошу на этом акцентировать внимание, потому что в самом конце я приведу пример судебной практики, где как раз участвует работник аварийно-спасательной службы. Прокуроры, научно-педагогические работники системы прокуратуры 30 календарных дней. Прокуроры, работающие в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями не менее 45, 54, 46 дней. Члены Совета Федерации, депутаты Государственного Дума 42 календарных дней. Муниципальные служащие 30 календарных дней. Гражданские служащие 30-35 календарных дней. Сотрудники Следственного комитета России 30 календарных дней. Сотрудники Следственного комитета России, проходящие службу в местностях с особыми климатическими условиями, до 54 календарных дней. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до 45 суток. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, до 60 суток, на 15 суток больше. Сотрудники Органов внутренних дней дел 30 календарных дней. Сотрудники Органов внутренних дел, проходящие службу в районах Крайнего Севера, 45 календарных дней. Сотрудники Таможенного органа до 30 дней и судьи до 51 дня. Но это в зависимости от того, где они трудятся. Вот такое дополнение. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, мы выяснили, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска минимальная 28 календарных дней, но может быть и больше в зависимости от категории работников. Когда мы говорим, что отпуск предоставляется за какой-то конкретный год или период, мы должны понимать, что здесь имеется в виду. Итак, отпуск, независимо от его продолжительности, 28, 36, 42 или 56 календарных дней, этот период начинается с первого дня работы, фактического начала работы, не оформления, потому что оформить можно позже или раньше. А именно фактический момент работы и заканчивается на следующий год, на один день раньше. Вот он, на период. Как вы видите, отпуск входит в этот период. Не продевает его, а входит. Давайте разберемся на примере. Пример. Мы приняли работника на работу 01.04.2014. Это фактическое начало работы. По графику отпусков, 2015 год мы его вынесли, и дата начала отпуска 01.07.2015. Теперь смотрим. В зависимости от продолжительности количества дней отпуска будет заканчиваться только окончание отпуска. Будет меняться. Все остальное остается прежним. Итак, начало периода всегда будет начинаться первым днем работы, заканчиваться на следующий год на один день раньше, например, 01.04.2014 год начало, окончание 31.03.2015 года. Отпуск по графику отпусков начинается всегда одинаково. 01.07.2015 года. А вот заканчивается, вот всегда мы прибавляем эти даты в разные даты. И выход на работу тоже будет датироваться разными датами. Напоминаю, что сам период рабочий год не меняется, независимо от количества дней отпуска. В 120-й статье Трудового кодекса сказано, что нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются. Давайте разберемся, что же здесь имеется в виду. Для этого нам потребуется информация из статьи 112 Трудового кодекса, где перечислил все нерабочие праздничные дни. Если мы посмотрим, то оказывается нерабочих праздничных дней у нас 14. И все эти дни не включаются в количество календарных дней отпуска. Сейчас на примере это рассмотрим. Пример. Дата приема на работу та же осталась. Сказной пример у нас будет. 01.04.2014. Количество дней отпуска предположено 28. Период у нас тот же самый. Начинается 01.04.2014, заканчивается на следующий год на один день раньше. 31.03.2015. При этом, если отпуск приходится на праздничные дни, то выглядит это будет следующим образом. Например, отпуск начинается 23 декабря 2014 года. Вопрос, когда же он закончится? 28 календарных дней. Мы прибавляем 28 календарных дней. Возвращаемся к 112 статье. Видим, что на этот период приходится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дней праздника. И прибавляем их сюда же. При этом, последним днем отпуска будет 28 плюс 8. Сколько получается? 36. Последний день отпуска 26 января 2015 года. На следующий день он выходит на работу. То же самое происходит и с другими праздниками. Здесь у нас какой праздник? 23 февраля. В этот период 8 марта попадает. Какой? Майские праздники. А сколько их? Два. Первое и девятое мая. Совершенно верно. Здесь какой праздник? 12 июня. Как называется? День России называется этот праздник. И, наконец, сюда попадает? 4 ноября. Не спрашивать, как называется? Еще раз. Если вдруг забыли, смотрим 112 статью. Вот тут они все указаны. Народного единства. Еще один вопрос, который очень часто задается. А как быть с теми праздниками или с теми днями, которые переносятся на другой период? Ну, например, так получилось, что 23 февраля выпадает, ну, предположим, на субботу. Вот два дня нам дали праздника, а один день перенесли на майские праздники. Вот как нам тогда рассчитывать эти отпуска? Я напоминаю, что переносятся не праздники. Переносятся что? Выходные дни. Следовательно, независимо от того, какой из этих выходных дней перенесли, ну, благодаря этому празднику, мы все равно рассчитываем, как обычно. Выходные дни входят в количество дней отпуска. Они входят только в нерабочие праздничные дни. Красивая картинка. Как вы думаете, чему она посвящена? Да, абсолютно верно. Это 125-я статья Трудового кодекса. Мы уже сказали, что отпуск предоставляется, как правило, в количестве 28 контактов не минимум, да, но он может быть и разделен на части. Самое главное, чтобы было согласие двух сторон, и работника, и работодателя, потому что если хотя бы одна из сторон не согласна, отпуск не может быть и разделен. И второе, что одна из частей не менее 14 календарных дней. Это тоже очень важный момент. При этом работодатель, конечно, может пойти навстречу работнику, предоставить ему отпуск не менее 14 календарных дней, одну часть, потом еще, там, по одному дню, или по два, или по три. Но это очень невыгодно для работодателя. Почему? Потому что когда работник использует свое право сразу на 28 календарных дней, то в эти календарные дни входит у нас еще и что? Выходные с год воскресенья, если это пятидневная рабочая неделя. В случае, если работник использует по частям, у нас получается, да, 14 дней он использован, как обычно, а вот остальные один, два, три, четыре выходных дня, он, скорее всего, не будет использовать как отпускные, будет брать их среди недели. В результате мы работников в течение года будем реже видеть на 4 дня на работе. И кроме того, это огромные трудозатраты, потому что на оформлении отпуска тратится время, если это один раз, мы предоставляем в течение года, это одно время, а если мы 15 раз предоставляем отпуск, это совершенно другое время. Поэтому для работодателя явно это не выгодно. Хотя и не запрещено по закону, пожалуйста, договариваемся и предоставляем. Если работник приходит на работу на использование первого отпуска за первый год, то возникает пусть в течение 6 месяцев непрерывной работы. Но по соглашению сторон можно и раньше это сделать. Это 122 статья Трудового кодекса. Повторяю, по соглашению сторон. Но есть категории, которым мы не можем отказать. И в этой же статье перечислены данные категории. Если женщина перед отпуском поверения с те и родом или непосредственно после него просит предоставить ей отпуск, пишет заявление, работодатель не имеет права отказать. Даже если не стекло в 6 месяцев ее работы. То же самое касается работников в возрасте до 18 лет, работников, оценивших ребенка детей в возрасте до 3 месяцев и в других случаях предусмотренных законодательством. Вот эти другие случаи я тоже хотела бы рассмотреть. Давайте я вам чуть позже покажу еще одну таблицу, где есть вот эти другие категории. Возможно, в ваших организациях есть еще и лица работающих по совместительству. Обратите внимание, здесь не разделяется на внешний и внутренний совместитель, это не имеет значение, просто совместитель. В этом случае тоже есть особенность предоставления отпуска. В частности, отпуска предоставляется одновременно с отпуском в основной работе. Вы знаете, законодатель написал «предоставляется». Не написано, что он должен быть предоставлен или работодатель обязан предоставить. Вот этого нет. То есть предполагается, что в некоторых случаях, если работник не попросил, работодатель может ему не предоставлять этот отпуск. С другой стороны, если совместитель не отработал 6 месяцев на работе по совместительству, а по основному месту работы уже предоставил отпуск, в данном случае отпуск предоставляем овации. Риск? Да, риск. В случае, если работник будет увольняться, мы не сможем удержать сумму за неотработанный отпуск аванса. И в случае, если на основном месте работы ему еще полагается какой-то дополнительный отпуск или ежегодно оплачиваемый отпуск удлиненный, а при работе по совместительству он такой же 28 км дней, то вот эта часть предоставляется для сохранения зарплаты. Это особенности от лиц, работающих после вместительства. Бывают случаи, когда необходимо продвить отпуск или перенести на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Это 124 статья. Первое. Это временная неотраспособность работника. Заболел, предоставил документ, написал заявление, прошу продвить или перенести, пожалуйста, переносим. Второе. Исполнение работников во время ежегодного оплачивания отпуска государственных обязанностей. И вот это очень часто ставит в тупик. Что это за государственная обязанность, когда мы обязаны предоставлять, когда не обязаны. И работникам в других случаях предусмотрен трудовое законодательство. Мне хотелось бы показать вам следующий слайд. Да, через один слайд сейчас я покажу, что такое государственные обязанности. Есть определенные запреты. Нельзя не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд, потому что это сказывается на здоровье и жизни людей. Следовательно, работник имеет право отдыха, и он будет использовать это право. Работники в обществе 18 лет и работникам, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, нужно предоставлять отпуск обязательно. Итак, что же такое государственные и общественные обязанности? Первое – это государственные обязанности, которые работник выполняет в связи с реализацией избирательного права, избирательные участки и так далее. Второе – это в связи с осуществлением правосудия и участием в деятельности правоохранительных органов. Например, он и являлся свидетелем о каком-то делу, его вызывают и так далее. Третье – это в связи с выполнением воинских обязанностей, например, военной сбора. В связи с избранием на выборной должности в государственные органы и органы местного самоправления, когда он участвует в операции. В связи с избранием в просоюзные органы и комиссии по трудовым спорам. Во всех этих случаях мы это называем государственные обязанности, и отпуск мы обязаны лишь продлить, или в подъезении работника. В каких случаях еще продляется или переносится отпуск? Если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, когда предоставление отпуска работник может неблагоприятно отразиться в нормальном ходе работы организации, это наше любимое выражение о производственной необходимости. И если работнику в свое время не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, за сколько мы должны оплачивать? Не позднее, чем за три дня. Все правильно. Ну и если оплата была выплачена вовремя оплата отпуска, то в этом случае работник имеет право перенести отпуск, о чем мы говорили, либо мы обязаны его платить, эти отпускные, с уплатой процентов за каждый день просрочки. Бывают ситуации, когда работодатель предлагает работнику отозвать его из отпуска. Это допускается только в согласии работника. Но даже с согласия работника не допускается отзыв из выпуска определенной категории. Это наша любимая категория. Лица возраста до 18 лет, беременные женщины и работники, занятые на работе с вредными или опасными условиями труда. Это понятно, это объяснимо, потому что это связано со здоровьем людей. Итак, мы говорили с вами о том, что выпуск за первый год работы предоставляется по стечению 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. А как же дальше мы отпуск предоставляем за второе и последующие годы? Ну, законодатель нам разрешил в любое время самое главное установить вот эту очередную. 123 статья. Пример. Дата приема на работу. Та же самая, 01.04.2014. Право на отпуск за первый год работы возникает через полгода. 01.10.2014. Но работодателю это неудобно. По какой-то причине. Поэтому по графику отпусков мы ему планируем начало отпуска с 01.06.2015. Прошло больше года, но ничего страшного не произошло, потому что предоставлен отпуск за этот период, с 01.04.2014 по 31.03.2015. Потому что нам работодатели не имеют права не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд. А у нас на будущем не вышли. Правила очередности представления ежегодных оплачиваемых отпусков. Во-первых, должен быть график отпусков, который утверждается не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Не позднее, это значит, раньше можно. То есть теоретически мы можем уже сегодня составить и утвердить график на следующий 2016 год. При этом график отпусков обязательен как для работодателя, так и для работника. И работник должен быть ознакомен с тем, что он отправляется в отпуск не позднее, чем за две недели. Под подписом. Роструд нам показывает, какие варианты могут быть. Это могут быть отдельные извещения работникам, но это очень большая работа. Ознакомительные листы, например, графику отпусков. Ведомости, например, зарплатные. Либо заблаговременная подготовка приказа. Но мы помним, тогда они поднечут за две недели. Вот все эти документы должны быть тогда подготовлены. Ну, что-то другое. Итак, для чего же нужен график отпусков? Во-первых, здесь планируется отпуск работников в наступающем году без ущербодвечия деятельности организации. В случае, если организация не может, ну, предположим, школа не может всех учителей отпустить весной и осенью, то предлагает им отпуск летом, когда нет учебных занятий. Организация порядка предоставления отчетных ежегодных отпусков. Если уходит руководитель в отпуск, значит, кто-то должен выполнять его функции. Ну, и какой-то другой работник. Отражение текущей ситуации задолженности по отпускам в рамках календарного года. Мы должны четко понимать, какое количество дней отпуска полагается тому или иному работнику, потому что, с одной стороны, чтобы не нарушить требования трудового законодательства, не предоставленных в течение двух лет подряд. С другой стороны, при увольнении выплачивать большую крупную компенсацию за неиспользованный отпуск невыгодно. Для работодателя лучше предоставить и использовать этот отпуск. По шаговой алгоритме предоставления ежегодного плачевого отпуска. Либо это заявление работника, если он не попал в график отпусков или хочет вне графика отпусков пойти в отпуск с резолюцией работодателя. Либо мы предупреждаем работника, например, уведомлением, извещением, графиком отпусков, непонечным за две недели, о том, что у него начинается отпуск. Затем издаем приказ о предоставлении отпуска работнику. Есть унифицированный форум приказа. Вы можете ее использовать, Т6, Т6А, ну, либо свою разработать, если у вас не государственная организация. Выплачиваем отпуск в день, позднее, чем за три дня до начала отпуска. При этом может заполняться записка расчет, также имеющий унифицированную форму Т60. Вносим эту информацию, выключенную карточку Т2. Я хочу уточнить, что, как правило, информация вносится уже постфактум, когда работник выходит из отпуска. Чтобы у нас есть какие-то изменения, произойдутся, потом наносится не менее. Вносим информацию в таблицу о рабочем времени и график отпусков. Вот такой порядок представления ежегодного оплачиваемого отпуска работнику. Вопрос третий. Особенности представления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в 2015 году, поскольку были изменения. Ну, во-первых, давайте разберемся по тех же дополнительных отпуска есть в трудовом законодательстве. В соответствии со статьей 116 в трудовом законодательстве учитываются следующие виды дополнительных отпусков. Это отпуска работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. И тут мы с вами вспоминаем о том, что с прошлого года введено такое понятие, как специальная оценка по условиям труда. Для того, чтобы понять, что работник работает с вредными или опасными условиями труда, нам нужно оценить это рабочее место. Раньше это была аттестация рабочих мест, теперь специальная оценка по условиям труда. Второе – это работникам, имеющим особый характер работы. Сейчас тоже поясню, что здесь имеется в виду. Работникам с ненормированным рабочим днем, если это зафиксирован в трудовом договоре и локальных нормативных актов. Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и при раннем местности, ну и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Что же это за другие случаи? Обратите внимание на экран. Это вот таблицы других случаев, предусмотренных представлением ежегодных дополнительных оплачиваемых выпусков. Здесь достаточно много категорий, я только некоторые из них обозначу. Например, работники с вредными или опасными условиями труда имеют с ними календарь и работники, имеющие особый характер работы, работники с ненормированным рабочим днем, работники, работающие в районах Крайних Севера и при раннем района, и так далее. Спасатели, опять же, да, и так далее. Вот тут целый перечень со ссылкой на тотовой законодательство, на тотовой кодекс Российской Федерации и на федеральные законы. Давайте по порядку разберемся, что это за работы для работников, занятых на работах в среду не опасными условиями труда. Статья 117. Обратите внимание, в статью 117 были внесены изменения в 2013 году, 28 декабря 2013 года, федеральным законом 421, который вводит также и поднятие специальной оценки по условиям труда. Что у нас изменилось? Ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам условия труда на рабочих местах, которые по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда второй, третьей или четвертой степени, либо опасным условиям труда. Это добавлено. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней. И еще. На основании отраслевого или межотраслевого соглашения и коллективного договора, а также письменного согласия работника, обязательно оформлено путем заключения отдельного соглашения по трудному договору. Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность минимальной это 7 календарных дней, данного отпуска, установленная часть в второй настоящей статье, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке и размерах, но условия которой установлены отраслевыми, межотраслевыми соглашениями и коллективными договорами. О чем идет речь? Если работнику положено предположим 10 календарных дней, то по его согласию и на основании отраслевого соглашения или коллективного договора по его заявлению может быть предоставлено вот эти 3 дня денежная компенсация, но 7 дней он должен использовать как отпуск. Причем, в старшей работе, дающей правной ежегодной дополнительной отпуска с вредной опасностью внутрь отключается только фактически отработанная в этих условиях время. Ну, предположим, работник в течение года один раз переводился, причем полгода он работал в обычных условиях, в оптимальных условиях или в допустимых, а еще полгода он работал в среднем опасности труда. Значит, мы пропорционально рассчитываем, у нас получается, если завод сильный, то делим на 2-3,5 метра. При этом учитываются только те дни, когда работник фактически струдился в этих условиях не менее половины рабочего дня. Тоже интересная ситуация, тоже нужно учитывать. Это инструкция, которая не отменена. Инструкция 1975 года. В соответствии с статьей 118 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы. Тоже очень часто возникает вопрос, что же за особые условия работы, при которых можно предоставить этот отпуск. Это врачи общей практики. Ссылка на документы. Работники территориальных органов власти Чеченской республики, а также командированных в Чеченскую республику. И работникам транспорта, связи и других. Также здесь перечислены эти документы. В соответствии со статьей 119 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск представляется работникам с ненормированным рабочим днем. Обратите внимание, здесь тоже были внесены изменения в прошлом году по поводу этих отпусков. В частности, порядок и условия при представлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, работники по обстр Hueонансイyeah и рабочим днем, устанавливаются в федеральных государственных учреждениях в нормативных правными актами Правительства Российской Федерации. В государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, нормативными правами и актами органов государственной власти, а в муниципальных учреждениях нормативными правами и актами органов местного соправления. Если организация не относится к перечисленным, значит, внутри организации должен быть локальный нормативный акт. Вот здесь написано, видите, работников с ненормированным рабочим днем представляется ежегодно дополнительная оплачиваемость, продолжительность которого определяется коллективным договором, если он заключается, или правилами внутреннего транспорядка, это тот самый локальный математ, и который не может быть менее трехкалендарных дней. Мы установим для своих работников определенное количество дней отпуска. Есть еще дополнительные отпуска, оплачиваемые для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, 24 календарных дня, ну и приравненных к ним районах, это 16 календарных дней. Это постановление Совета министров СССР от 1967 года, которое также имеет силу в части, не противоречившей современным законодательствам. Переходим к следующему вопросу. Это правила расчета компенсации за неиспользованные основные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска при увольнении работников. Во-первых, давайте разберемся с ограничениями. Поскольку действительно, в соответствии со 126 статьей, мы имеем право, как работодатели, заменить по письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей минимальное количество, то есть 28 календарных дней, денежной компенсации. Но есть ограничения. Например, мы не имеем права сделать эту замену беременному женщинам. Работника в возрасте 18 лет и дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работу в среднем или опасном условии туда. Опять же, это связано все с жизнью и здоровьем людей. Для того, чтобы рассчитать такую компенсацию, необходимо вспомнить, какие периоды входят в стаж дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, какие они входят. В соответствии со статьей 121 мы включаем стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, время фактической работы, время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы, например, когда он находился на время на ежегодный способности, выходные дни, отпуска, это все сюда входит. Время вынужденного прогулок при незаконном увольнении и отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе, то есть работодатель увольняет работника, а суд его восстанавливает. И вот зависит от период, мы должны ему предоставить, если все включается в право на ежегодный оплачиваемый отпуск, мы должны предоставить отпуск. Период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательного медицинского осмотра, не по своей дне и время отпусков без сохранения заработной платы, не превышающей 14 примерно дней в течение рабочего года суммарно. То есть работник может использовать по одному календарному дню, как только накопилось 14, это входит в стаж, свыше 14 уже идет в движение периода. Не включаются все время отсутствия работника без уважительной причины и время отпусков по ходу за ребенка до достижения установленного закона возраста. Хорошо не путать отпуск по беременности родом, он сюда включается, отпуск по ходу за ребенка не включается. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы правильно, грамотно рассчитать компенсацию за неиспользуемый отпуск. Давайте посмотрим, как сдвигается период. Пример. Работник принят на работу 13.01.2013. Заканчивается период на следующий год на один день раньше, 12.01.2014. Ему положены 28 календарных дней, которые он использует. Тот же на следующий день он пишет заявление, спротив предоставить ему еще 20 дней без сохранения заработной платы. И у нас получается следующая ситуация. В соответствии со статьей 121, старт, дающий право на ежегодно оплачиваемый отпуск, включает в себя только 14 дней без сохранения заработной платы. А у него 20 минус 14, получается 6. Вот на эту разницу мы двигаем период. Таким образом, прибавляем 6 дней к началу периода, получается. Начало следующего периода двигается на 6 дней. Ну и, естественно, к окончанию двигается на 6 дней. Тут он использует отпуск в количестве 14 календарных дней. И следующий период у нас так и дальше пойдет, если других движений не будет. В соответствии с письмом Роструда мы рассчитываем дни отпуска в следующем образе. Если работник положено минимальное количество дней отпуска 28 календарных дней за 12 месяцев, то мы 28 календарных дней делим на 12 месяцев и получаем 2,3 в периоде дней. То есть, отработав 1 месяц полностью, работник зарабатывает право на вот это количество дней отпуска. Затем мы умножаем это количество дней отпуска на общее количество отработанных месяцев и получаем вот такие дни отпуска. Отработал 6 месяцев, 13,98. При этом, если мы посмотрим на эту таблицу, мы видим, что в основном у нас идут не целые числа, а дробные. Можем ли мы округлять? Да, пожалуйста. Округление не предусмотрено, но это можно делать. Самое главное, чтобы не нарушать права работника. Например, в письме Минздравцов развития, когда по правилам арифметики мы должны были округлить 12,4 до 20, вернее, 20,4 до 20, а мы округлили в большую сторону для того, чтобы не ограничивать права работника. И еще. В правилах об очередных дополнительных отпусках, датированных 1930-м годом, но эти правила еще не отменены, мы с ними работаем, в части которой не противоречат, естественно, сказано, что при счислении сроков работы, дают право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. То есть, если мы рассчитали, у нас получилось, что работник отработал 2 года, 3 месяца и 10 дней, то вот эти 10 дней мы убираем из подсчета, потому что они составляют менее половины месяца. Если он отработал 2 года, 3 месяца и 18 дней, предположим, они составляют более половины месяца, то есть 16, 18, мы их округляем до полного месяца, и говорим, что работник отработал 2 года и 4 месяца. Правила расчета. Давайте на примере посмотрим, как это делается. Работник принял на работу 13.01.2013. Дата увольнения 10.09.2015. Вот как рассчитать отпуск, предоставленный этому работнику при увольнении? Зная, что данный работник в течение года находился в отпуске по ходу за ребенком и использовал ежегодный оплаченную отпуск в количестве 42 дней. Рассуждаем следующим образом. Первое, что мы делаем, мы выписываем все периоды. Первый период – дата фактического начала работы и окончание на следующий год на один день раньше. Работнику предоставляется 28.01.2013. А следующий период начинается при окончании предыдущего периода и заканчивается моментом ухода в отпуск по ходу за ребенком. Посчитали, у нас один месяц получился, 2.30. Третий период – с момента выхода из отпуска по ходу за ребенком. И дальше мы, если бы мы продолжали, если бы он продолжал работать, то когда закончился данный период, 17.02.2016. Совершенно верно. Но работник увольняется, поэтому здесь указываем дату увольнения. Считаем количество месяцев, умножаем на 2.30 и получается вот такая. Все, что нам нужно сделать, это просто сложить все периоды. И у нас получается 46.64. Но мы помним, что работник использовал 42 дня. Значит, из этой суммы нужно вычесть 42 дня. И получается 4.64 календарных дней – это дни, подлежащие компенсации. Можно вторым способом рассчитать. Та же самая ситуация абсолютно, но рассуждаем немного по-другому. Мы сначала переписываем все периоды, как будто работник, у него не было этих отклонений. Затем складываем и вычитаем вот эти отклонения. Вот они 28 дней, потому что он находился в отпуске походу за ребенком 1 год, а за 1 год право на 28 календарных дней. И затем также вычитаем использованное количество дней отпуска. Тот же самый результат – 4.64. Оба варианта допустимы. Как оплачивается отпуск? Ну, во-первых, мы помним, что он оплачивается не позже, чем за 3 дня до начала. Во-вторых, мы помним, что для того, чтобы оплатить отпуск, нужно сложить все заработанные деньги, предусмотренные системой оплаты труда. Сюда не включаются, например, материальные помощи, потому что там что-то не заработано, да, и социальный пакет, или пособие по временному трудоспособности. Сюда мы не включаем. Только окладную часть, тарифную часть, надбавки, премии, ну, все, что указано у работодателя. Как рассчитывается средний дневной заработок? Здесь тоже кое-какие изменения произошли. Средний дневной заработок вычисляется, когда мы все это сложили, сколько работник заработал, мы делим на 12, чтобы узнать среднемесячные заработки. И затем делим на 29,3 дня. Раньше, до 2 апреля 2014 года, мы делили на 29,4. Да, сейчас произошли изменения, вот мы сейчас уточнили, теперь вот так делим. Мы получаем средний дневной заработок, умножаем на количество дней отпуска, которые посчитали перед этим, и у нас получается какая-то сумма, которую необходимо было выплатить в работе. Вопрос пятый. Ответственность за нарушение правил предоставления отпусков. Поскольку у нас действительно произошли достаточно серьезные изменения, в частности, в статье 5.27, в соответствии с федеральным законом кодекса об административных правонарушения, стараться хочу подчеркнуть, что это не трудовой кодекс, это кодекс об административных правонарушения Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом 421 от 2013 года, с 1 января 2015 года внесены достаточно серьезные изменения. В частности, в этой статье раньше было всего 2 части, на сегодняшний день 5 частей. Если кто-то еще не знаком с этой статьей, обязательно ее изучите. Нас с вами будет интересовать следующее. Это первая часть. Нарушение трудового скандалитства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Вот отпуск как раз сюда попадает. Посмотрите, пожалуйста, как увеличили штрафы на юридических лиц до 50 тысяч рублей. Это солидный штраф. И часть четвертая. Совершение административного правонарушения, предусмотренное частью первой, лицом ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение. Первый раз заплатили штраф, например. Второй раз пришли, проверили, и мы продолжаем это. В результате штраф увеличивается. И мы видим, что кроме штрафов, которые увеличиваются до 70 тысяч рублей, возможно еще и дисквалификация на срок до трех лет. То есть достаточно серьезно. И вопрос шестой. Мне бы хотелось акцентировать внимание на каких-то особых моментах, касающихся тех ошибок, которые чаще всего допускают работодатели. И судебная практика это подтверждает. Первое. Работодатель может перенести отпуск на следующий год при отсутствии согласия на это работника. Это считается нарушением трудового законодательства. И в частности, хочу привести вот этот пример. Он такой достаточно показательный. Он не совсем в пользу работника, скорее в пользу работодателя, но тем не менее. Ситуация была следующая. Поскольку длительное время работнику не предоставлялся отпуск, ежегодно оплачиваемый отпуск, то он уже первый год отработал и ушел самостоятельно в отпуск. Работодатель решил, что это право. Но работник подал в суд, и суд посчитал, что отсутствие работника в связи с такими обстоятельствами является прогулом, но основания для увольнения при этом не создают. То есть уволить работника нельзя при этом, поскольку работодатель создал такие условия, когда работник не мог в другое время использовать право отпуска. Вот еще один самовольный ухуд работника в отпуск. Еще одно определение на этот раз Нижегородского областного суда. В компании нет графика отпусков, не утвержден график отпусков. В результате, когда суд стал рассматривать дело о том, что работник самовольно ушел в отпуск, он обратил внимание на следующее, что работник не представил доказательств, подтверждающих, что отсутствие на работе было согласовано с работодателем, а именно обращение к работодателю с заявлением о представлении ежегодного отоплачиваемого отпуска. И при этом суд решил, что данное, по мнению суда, что данное действие работника не является основанием для самовольного ухода в отпуск и оставления места работы. Но, опять же, умолить мы его не можем, потому что работодатель сам виноват в том, что не было графика отпусков. По поводу продления отпуска в связи с болезнью. В период отпуска работник заболел и своевременно выйти на работу не смог. После выздоровления работник представил объяснительную, в которой отложил причину отсутствия. Но о том, что он болел, он не упомянул, так как был уверен, что выходить на работу ему можно было в определенную дату и продлевать отпуск он не собирался. Через некоторое время, после выхода на работу, сотруднику сообщили о его увольнении. Суд первой инстанции признал несообщенное работодателю о болезни с злоупотреблением права и отказал его в удовлетворении требований. А суд более высокой инстанции принял во внимание показания свидетеля, который указал, что он действительно звонил работнику по телефону работодателю Ницину по поручению руководства. И тот ему пояснил, когда именно собирается выходить на работу. С учетом приведенных доводов судебная коллегия пришла к выводу, что имело место не злоупотребление права, в частности, сокрытие на момент увольнения работником в свое время неспособности, а добросовестное заблуждение. Вот и все. Поэтому желательно, конечно, до суда не доводить, потому что мы не знаем, что решит суд. Отпуск по совместительству. По совместительству. При увольнении с основными сторонами... Да, вот история по этому отпуску. При увольнении с основным местом работы, место работы по совместительству не становится основным автоматически. И возможно ситуация, когда у работника будет только одно место работы, только по совместительству. И работодатель не несет никакой ответственности за то, что у работника нет другого места. Поэтому работник, работающий по совместительству и не имеющий основное место работы, сохраняет право на ежегодно оплачиваемый отпуск. Естественно, тут мы его уже просто не привязываем к основному месту работы, но все равно мы обязаны его отправить в отпуск и занести его имя по графику отпусков. Еще одна ошибка. Компенсация за неиспользованный отпуск в случае, если подлежащая замене части отпуска превышает 28 календарных дней. Дело в том, что если отпуск составляет всего 28 календарных дней, работник не использовал его в течение двух-трех периодов, то работатель не может все это суммировать и возместить ему компенсацию за ту часть отпуска, которую он не использовал. свыше 28 календарных дней, поскольку компенсации подлежат только те периоды, которые превышают 28 календарных дней по каждому периоду. Еще одна ошибка. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 дней или любое количество из этих дней. Вот пример спасателя. Помните, я обращала внимание, я говорю, обратите, пожалуйста, внимание. Хочу вам принести этот пример. Работник, работая спасателем более 15 лет, имеет право на очередное оплачивание отпуска продолжительностью 40 дней в соответствии с положением федерального законодательства. Поскольку общая продолжительность предоставленного этому работнику отпуска составила менее, чем предусмотрено законодательством, то есть всего 28 календарных дней, а он подал суд, суд руководства из положения 126 статьи возложил на ответчика, то есть на работодателя, обязанность по выплате денежной компенсации за часть отпуска превышающей 28 календарных дней 12 дней. Дело в том, что работодатель решил, что поскольку, в частности, предоставление ежегодного оплачивания отпуска продолжится вести прерывные стажи, более 15 лет, поскольку там оговорилось, что должен быть непрерывный стаж, а работодатель это не учел. Еще один момент. Выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Независимо от того, по какому основанию мы увольняем работника, обязаны выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Рассчитывать определенным образом будем. Пример. Между работодателем и работникам возник спор из-за невыплаты последнего компенсации за неиспользованный отпуск. В связи с этим работник обратился в суд. На момент прекращения трудовых отношений он проработал в организации 5 месяцев, на основании чего работодатель полагал, что право на использование отпуска у работника на момент увольнения не возникло. Мы же знаем, что по сечению 6 месяцев возникает, значит все. Используя этот аргумент, а также ссылаясь на отсутствие заключенных в трудовом договоре нормы, обязывающие предоставить отпуск работнику, отработавшему менее полугода, работодатель утверждал, что у работника отсутствовало только право на использование отпуска в натуре, то есть на дни, но на его компенсации при увольнении тоже. Естественно, суд встал на сторону работника и признал это несостоятельным. Ну и еще. Отказ в просьбе о взыскании с работника за должности за использование отпуска авансом. Пример. Организация обратилась в суд с иском о взыскании с работника за должность за неотработанные дни отпуска. Кстати, часто бывает, что когда работник увольняется авансом, использовал отпуск, а не с чего взыскать, потому что эту сумму он не доработал. Суд отказал работодателю в удовлетворении иска, миновав, мотивировав тем, что он не доказал факт недобросовестности работника или наличие счетной ошибки. Помните, 137 статью мы имеем право удерживать только по тем основаниям, которые перечислили в 137 статье. Не согласившись с выводами суда, работодатель подал апелляционную жалобу. Основной довод против вынесения решения заключался в том, что предчисление отпускных к заработной плате противоречит нормам трудового скандаловства и является ошибочным, поскольку отпускные выплачиваются за время отдыха, а не за труд, в отличие от заработной платы. Несмотря на эти доводы, судебная коллегия не нашла оснований для отмены вынесенного судебного решения. При этом суд сослался, опять же, на 137 статью, предусматривающую перечень случаев, когда допускается взыскание с работника излишне выплаченной ему заработной платы. К таким случаям, в частности, относится к случаям, когда заработная плата была излишне выплачена в связи с его неправомерными действиями, установленным судом, либо вследствие счетной ошибки. Ну и, наконец, взыскание с работника задолженности за использование аванса в дни отпуска. Еще одно судебное разбирательство. Работник, занимавший должность судебного пристава исполнителя, использовал, но не отработал 24 дня отпуска. В добровольном порядке возвратить задолженность работник отказался, в связи с чем работодатель обратился в суд, мотивировать свои требования тем, что на момент прекращения делокотношений произвести удержание указанной суммы из заработной платы не предоставилось возможным. Судом первой инстанции ему отказали. Судебная коллегия указала, что это уже когда он подал в суд более высокой инстанции, что право работодателя на возврат денежных средств за неотработанное работником дни отпуска не может быть поставлено в зависимости от наличия либо отсутствия у данного работника на момент увольнения в начислении, но не выплатой заработной платы, из которой может быть произведено удержание. В противном случае, по мнению суда, это означало бы неравное положение между работниками, из заработной платы которого произведено удержание в связи с наличием у него начисленной заработной платы. То есть это фактически дискриминация. Почему одних мы удерживаем, а других не удерживаем. Как мы видим, суды по-разному решают дела. И поэтому, еще раз повторяю, что лучше, если вы будете договариваться с работниками, если какие-то сомнения есть, это нужно, конечно, решать путем переговора в первую очередь. Мы переходим к заключительной нашей части «Ответы на вопросы». Пожалуйста, задавайте свои вопросы, я готова от вам. Давайте посмотрим, какие вопросы мы обсудим сегодня на вебинаре. Виды отпусков, предоставляемых работникам в 2015 году. Предоставление основных ежегодных оплачиваемых отпусков. Особенности предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков в 2015 году. Правила расчета компенсации за неиспользованные основные дополнительные ежегодные отпуска при увольнении. И ответственность работодателя за нарушение правил предоставления отпуска. Все рассмотрели. Напоминаю, что мы всегда вас ждем в нашем центре на любом искусстве. С вами была Светлышева Ольга Юрьевна. Если у вас остались вопросы, можете направить на мою почту. Мы благодарим вас на участие и прощаемся.